Если мы берем акцию 6 мая на 4 с плюсом, в рабочий день, в интервале между двумя длинными праздниками, которых не было в прошлом году, кстати, аптечках, в рабочий день, вечером, пришло там 35 тысяч человек, это великолепный успех, без всякого. Это говорит о том, что протест жив, что число его сторонников не снижается, и что сегодня самая крупная политическая партия, за которой реально идут люди, за идею, это партия уличного протеста. Ни одна другая политическая партия не способна вывести людей на улицы, не способна. Не идут люди, либо идут по разнарядке, либо идут за деньги, либо их свойства автобусами, пароходами, самолетами, поездами и так далее. Это первое. Но есть, конечно, недостатки, безусловно. Я о них очень много говорил. Первое. Это отсутствие четко выраженной структуры Координационного совета и четко выстроенных отношений с другими политическими силами гражданской организации. Это очень серьезная, я бы сказал, хелесова пята нашей оппозиции. И пока наши попытки, группы товарищей поправить недостатки пока не очень успешны. Но я думаю, что для этого требуется просто времени. Это первое. Вторая проблема, которая неожиданно для меня проявилась после 6 мая. Вместо того, чтобы объединяться и воевать с общим оппонентом, это власть, чиновники и так далее, в оппозиции наблюдаются какие-то непонятные тенденции. Идет парад каких-то непонятных амбиций, что ослабляет оппозицию. Люди не понимают, что все, что нам осталось для выражения нашей политической позиции и все, что нам осталось для объединения, это улицы. Люди не понимают, что объединить сегодня широкую коалицию можно только на базе общеполитических требований. Ни какие-то иные требования, социальные, экономические, кроме общих требований, они не объединяют, они разъединяют. Нам сегодня ни в коем случае нельзя разъединяться ни по каким мотивам, ни по каким требованиям, только то, что объединяет. И я еще хочу сказать, уж пользуюсь, не знаю, сколько нас людей услышат, увидят, но вот те люди, которые пытаются разделить протестное движение на неких чистых революционеров и тех людей, которые имеют какую-то гораздо более сложную биографию, это люди просто пытаются, я не знаю, для чего они это делают, но они фактически пытаются маргинализировать протест, а это реальная смерть протестного движения. То есть вместо того, чтобы расширять круг сторонников, расширять число людей и персональных, и ярких фигур, есть такие чистоплюги, которые там, ну, слава богу, что они не имеют большого влияния на протестное движение и вообще в протест. Но, тем не менее, они достаточно много пишут всяких памфлетов и всяких злобных статей. И они, по сути дела, те же самые агенты Кремля, по сути дела, они, наверное, в страшном сне не могут это себе представить, но они сегодня играют на Кремль, на администрацию президента, пытаясь маргинализировать протест. Это то, о чем мечтает Кремль. Он мечтает, чтобы протестное движение превратилось в некое его движение 31-го числа. Я уважаю этих людей, которые выходят в защиту институции. Но получается так, что они представляют микро-меньшинство. Вот это то, чего мы должны бояться и избегать. Я имею в виду протестное движение. Я не буду сейчас называть фамилии, я не знаю, может быть, там кто-то с ними, с этими ребятами поговорит, и они все-таки одумаются. Но то, что сейчас появилось после 6 мая, вот эта критика, люди, которые вообще ничего не понимают ни в протестном движении, ни в борьбе, они начинают там какие-то статьи, какие-то нравучения, какие-то выскакивают писатели, поэты, непонятные публицисты, которые начинают владеющие словом, но, по-моему, больше ничем не владеющие, кроме слова, и ничего не понимающие политической ситуации в России, начинают там пытаться вбить клин. Но вдобавок к этим мамонтам, кургинянам, леонтьям и так далее. То есть, по сути дела, встают в один ряд, заявляя прямо противоположные как бытовские требования, они, тем не менее, стоят в один ряд с мамонтами, кургинянами, леонтьями и так далее. Вот с этими апологетами пропаганды кремлевской. Поэтому есть проблемы, есть проблемы. Мы будем с ними вороться, с этим проблемой, будем формировать здоровое ядро протестного движения, мы будем формировать людей, способных к организационной работе, способных к объединению и отсекать все то, что вот эту пену глупую, злобную, которая вообще, так сказать, непонимающую, мы будем, безусловно, это отсекать, потому что это вредит России, это вредит ее истории.